Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Нужно ли обличать грех другого человека? Это забота многих озадачивает, и на исповеди нередко священник может услышать, я осуждаю и не могу не осуждать, потому что понимаю, что неправильно поступает тот или другой человек, но мы видим с вами примеры и Господа безгрешного, и его учеников святых, как они и обличали, и передавали друг другу о злых поступках других. Александр Ковач много нам зла сотворил. Смотрите, и вы не попадитесь под его. Какой злой замысел да воздаст ему Господь по делам его? Мы видим, что предписание обличать содержится и в Священном Писании Нового Завета, так что вовсе не является нарушением закона любви, которому мы все призваны, обличение, но ненависть, но осуждение, но злословие в отношении ближнего запрещается Господом. Мало того, нераскаянное состояние души, которое более всего склонно осуждать других, обличается Господом, говорящим прежде бревной собственного глаза из ми, тогда узнаешь, как милостивно и продуктивно изъять сучец или маленькую соринку из глаза ближнего твоего. Так что вопрос только в том, в каком духе совершается это обнаружение недостатков ближнего. Его греховное расположение не может не быть предметом нашего попечения, ибо надлежит человеку, как Господь дает собственный пример, заботиться о том, чтобы все спаслись по тому, кто далек от пути Божьего, чьи дела злые или конкретные грехи и страсти стали руководителями. И направителями жизни человека не может христианин оставаться к этому безучастным. Именно сострадание ближнему, уязвимому не только от телесных болезней, но и от этих самых духовных язв, делает христианина непрестанно молящимся. Только вслед за покаянной молитвой о своем исправлении оказывается уместно позаботиться и явить свою любовь пред Господом молитвой об исправлении ближних. Но если мы не будем сознавать, что они плохи в тех или других делах своих, то как мы скажем Господи, и его помилуй, и меня спаси, помоги нам обоим крест свой донести. Братская любовь, которая призвана объединять всех нас, она диктует быть неравнодушным, она диктует необходимость и молиться об исправлении ближнего, и указывать ему, насколько это возможно, на необходимость исправления, и обличать там, где к этому есть очевидные предпосылки. Человек, совершающий это дело, благодетелем нарицается. Он не просто восхищает себе какую-то незаконную власть над чужой свободой. В этой мнимой свободе быть ни от кого не наставляемым слышится современное демоническое состояние западного мира, который в порядок добродетелей возводит пороки. И человеческое самоопределение, его полная неприкасаемость индивидуального расположения позиционируется как главная святыня общества, при том, что сам человек в этих идеологических гетто держится в крайней скудости просвещения, а напротив, его жизнь жестко регламентируется теми ценностями и теми границами, которые устанавливает для него это мнимо-демократическая власть, заботящаяся о его полной свободе, безобразничать. Это не любовь, это как раз и есть дело геноцида, духовного геноцида против собственного народа, распускать его страсти, поощрять его страсти, спекулировать его страстями, а не помогать их преодолеть. Мы действительно не все поставлены педагогами, руководителями, наставниками, но все поставлены в отношении ближних своих, пускай их даже совсем мало, один или два домочадца, но поставлены быть не соглашателями и участниками их падений и отпадений от Бога, но созидателями их духовной жизни. И глава семьи, муж, он не потому только таковой, что за ним его мужские функции и добытческие дела по обеспечению, но потому что призван он, как Христос является главой церкви, так и сам являться главой жены своей, являясь и образом любви и совершенной жертвенности, образом духовной правды и вождя для своих подопечных, супруги и детей. Так что подобная ответственность предполагает неизбежно наставление, обучение, в разумление, обличение и куда же денешься от этой необходимости, когда ты педагог, когда ты руководитель, когда ты имеешь выход даже на мониторы телефончиков многих соотечественников, современников, если не будешь различать честное от недостойного, ибо через ветхозаветного пророка говорит Господь каждому из нас, «Изведеши честное от недостойного, яко уста мое будеши». Вначале это честное от недостойного должно быть разведено в твоем собственном сердце, и все недостойное омываемо покаянием, а потом через твое слово, через твою милость, через твою заботу, через твое врачебное попечение распространиться и на тех, кто рядом с тобой. Потому не будем бежать как от чего-то страшного, от наставления, вразумления, подсказки, благого пожелания ближним своим, но будем просить у Господа мудрости совершать это благодатно, совершать это в духе любви, совершать это дело просвещением близких теми творческими способами, которые будут восприниматься плодотворно и будут иметь характер зерен прорастающих. Не будем забывать, что часто это зависит от того, какова почва сердца, и не на всякое сердце, и не на всякую почву плодотворно ложится зерно. Но наше дело всякого приветствовать миром, благовествовать мир Христов. А уже если в доме, к которому мы обращаемся, не будет сынов мира, то есть способных восприять благое слово, то к вам возвратится ваше благословение. От вас не убудет, говорит Господь. А вы, выходя из того города, где не примут вас, и прах от ног ваших отрисите, ибо ничего не нужно нам, и ничего мы не возьмем, и не имеем корысти. Мы, кающиеся, когда благовествуем или когда наставляем. Вот, сохраняя этот апостольский дух, призваны мы всякую помощь, стремиться принести духовную помощь и ближним нашим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...